Привет, бой из Кеута, с вами Кьюбайт, вышел второй, вроде как финальный трейлер Флэша, конечно, потом еще последует куча промо, куча разных ТВ-спотов, но это вот прям полноценный трейлер, вроде как финальный, есть еще и японский, который вроде как отличается, тоже сегодня глянем, а вообще состоялся на CinemaCon показ фильма Флэш за, там, по-моему, полтора месяца, чуть ли не за два месяца до релиза в кинотеатрах, это очень крутой знак, то есть студия уверена на 100% что фильм хороший, потому что, ну, показывать с недоработанными эффектами фильм публики, это прям... Надо иметь стальные яйца, и они это сделали, и вроде как отзывы отличные, так что Флэша ждем, хотя... По трейлеру визуально, ну, мыльновато, тут нечего скрывать, короче, давайте посмотрим трейлер и разберем его Ну, это мы уже видели, вот, кстати, да, все-таки руки у него... Какие-то, ну, заболевания, возможно Я бы хотел, чтобы здесь Брюс Уэйн был с длинными волосами Костюмы Ну, все равно, с короткими Постригся Брюс Уэйн был с длинными волосами Но, вместо того, я полностью разрушил визу Если ты вернулся и изменился в прошлом, то этот мир должен умирать Ты изменился в будущем Ты знаешь, что это символ? Опа! Надежду! Отсылки! За Зак Снайдер референс Я не знаю, что я думал Ты хочешь разрушаться? Давайте разрушаться Откуда эти шрамы? Откуда эти шрамы? Откуда эти шрамы? Откуда они Откуда они оживят? Прикольно, вот это прикольно сделали Он слишком крут О, Тим Бёртон Давайте сначала Ну, есть еще японский трейлер Я не знаю, говорят, что он отличается сильно Его тоже предлагаю посмотреть А потом уже разобрать покадрово, что здесь нового показали Потому что в первом трейлере, ну, тут очень много кадров, которые уже мы смотрели Быстро пробежимся, какие-то пасхалочки, отсылки Ну, и внимательно детали посмотрим А сейчас предлагаю еще японский глянуть Посмотрим, что там Аниме сейчас будем смотреть О, Тим Бёртон О, Тим Бёртон О, Тим Бёртон О, Тим Бёртон ФЛАШ! О, Тим Бёртон 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 Теперь мы знаем контекст Но я полностью уничтожил историю Как быстро настроение, да, меняется В японском трейлере В японском трейлере В японском трейлере И ты меня изменил прошлое Ты меня изменил будущее Я создал мир, где нет медикаментов Что это милое? Я Бэтмен Это Бэн Аффлек Этот мир должен уметь Что это место? Я не могу уметь Ты не мог уметь Ты меня делал Нет, никто не умеет Что ты делал? Нет, никто умеет За Фрэшё За Фрэшу Это, видимо, The Flash Прикольный трейлер, кстати, он очень необычный Я не помню, когда в последний раз я смотрел трейлер, когда он был веселый Типа, это как будто комедия И резко переходит сначала в какую-то драму А потом вообще в такой в экшен-фильм комиксный То есть уже просто эпичный момент А тут как бы драма, он резко Причем из веселой сцены он резко переходит в драму И типа он вспоминает своих родителей Прикольно, очень необычный подход Потому что в Голливуде немножко сейчас по-другому делают Там в конце обычно какая-нибудь шуточка вставляется, если это комиксный фильм Два флэша приходят к Брюсу Уэйну, то есть в поместье Уэйна Это все кадры мы видели Старая Бэт-пещера Майкла Китона Очень-очень симпатично выглядит Кресло прям топ С визуальной точки зрения есть тут как будто есть Обалденно крутые кадры стилизованные Но порой встречаются прям ужасные Например, вот эта финальная битва Честно, я вообще не понимаю, что это Ощущение, будто взяли какой-то игровой движок Типа поле, знаете Ну, бывает в играх такое, типа тоже можно поэкспериментировать Такое взяли поле И туда моделек набросали Типа танки какие-то, самолеты Вертолеты Какие-то взрывы То есть, ну, выглядит Какая-то чушь вообще Ну, то есть Я понимаю, что это, скорее всего Пустыня из Человека и Стали Но выглядит просто Ну, настолько как бы халтурно Ну, нет ощущения, что это реальное Какое-то реальное сражение То есть, наверное, в реальной жизни В такой пустыне есть смысл сражаться Потому что ты не вредишь городу Но просто для фильма это выглядит не очень симпатично Вот, особенно где они там бегают Где этот кадр? Ну, ладно, сейчас вернемся Короче, такое Вот, ну, Бэтмен Майкла Китона Мне очень нравится вот этот его вид С длинными волосами К сожалению, видимо, в фильме этого будет очень мало И он быстро подстрижется Костюмы мы в целом разбирали Здесь, конечно, по-моему, чуть получше качество Ну, то есть, это прям совсем классический такой Синий-серый Здесь Это у него кабура для пистолетов Такие флэшбеки на Человека и Стали На Бэтмена против Супермена Больница Марта Уэйн Это, кстати, Марта Уэйн институт В слитом сценарии Я его читал И там это вроде как из начальной сцены То есть, это прям начало фильма То есть, это наше время Именно поэтому здесь будет появляться Бэтмен Бен Аффлек А только потом появится Бэтмен Майкла Китона В другой вселенной Ну, вот это, очевидно, поместье Бэтмена уже Майкла Китона Сцена, ну, разговор про символ надежды Здесь это Кара, а не Кал-Эл И она, видимо, тоже, да Ну, то есть, он такой Это означает надежду Ну, потому что он знаком с Суперменом Она даже не понимает Чё ты несёшь? Почему это надежда? Я не знаю Вот Ну, let's get nuts Это фраза из Бэтмена Майкла Китона Ещё Старого фильма В смысле, Тима Бёртона, короче И просто он её повторяет По-моему, что-то похожее было уже в первом трейлере Вот Тоже отсылочка Во, вот-вот эта сцена Не знаю Она настолько Нелепо смотрится То есть, она Вроде прикольная То есть, вот как они бегут Такое, реально, аниме какое-то Ну Вот видно, что это снято просто на хромаке Ну, реально, модельки вставлены Всё пусто Ну, как-то, не знаю Вот Нет ощущения Ты не погружаешься в эту картинку Ты понимаешь, что это реально вставленные персонажи Вот Очень палится это Из-за света, из-за всего Очень палится Ну, это флэш Вот наш флэш Это флэш из другой вселенной Для которого сделали костюм Из костюма Бэтмена Обрезали уши, там, покрасили Вот Он такой же подгоревший Ну, эта сцена мы уже знаем откуда Благодаря японскому трейлеру Вот тот сгоревший Сгоревший Барри Это, видимо, потом Когда его подключают Да, вот Бен Аффлек Когда его подключают к креслу Ну, это отсылка на флэшпоинт ещё Комиксный Бен Аффлек Ну, шикарен Вопрос к нему нет Вот, вот, вот Эта кара несёт Вот это очень красивый кадр Мне нравится Прям Вот это выглядит шикарно Визуально Тут Прям не прикопаться Вот эта сцена прикольная Где его разрывает Прям Вот это тоже выглядит Ну, прям как будто Халк 2003 года Не так давно его пересматривал И Вот оно Вот эта сцена прикольная Что у него плащ Пуль не прорывая Он, кстати, очень такой Видно, что мягкий Тканевый Но пули не проходит Бен Аффлек Вот, вот, вот Это самая сцена То есть они пытаются Дать ему способности Мы это обсуждали Ещё в первом трейлере Шикарно выглядит Прям Зак Снайдер Такой Кстати Вот эта сцена Дополнена В японском трейлере Это наш флэш С короткой стрижкой С длинной стрижкой Это флэш Из альтернативной вселенной И Надо Отдать должное Что Оригинальный трейлер Это скрыл Но В японском трейлере Есть расширенный кадр Где чуть понятнее становится Я почему удивился Там очень много Всякого показали Я сначала думал Что это тёмный флэш Но нет Это Это костюм Криптонца Ааа Это отсылка На Человек из стали Криптонец прыгает Да-да-да-да Я сначала Кстати этого не заметил Ну и всё В принципе Трейлер заканчивается Здесь отсылка На Тима Бёртона На самый знаменитый кадр То есть его Столько раз пародировали Ну в смысле Не знаю Делали омажи Отсылки на него Что тут как бы не узнать Вообще Было бы странно Луна И Тот самый Бэт 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 крыло Вот Теперь давайте к японскому трейлеру Начинается трейлер Как будто это не знаю Какой-то корейский Или японский Действительно фильм То есть он такой В костюме Знаете Такой япи Вот Начинается какая-то суматоха Что-то происходит в городе Он сразу же надевает костюм Сразу готовится уже бежать И здесь Шуточка Его узнают фанатки Филбис кафе Вот Просто такая забавная сцена Чисто Чисто поржать Постер Тихоокеанского рубежа Ещё тогда Как бы обсуждали Инсепшн Начало Нолана Вот ещё одна такая отсылочка Ну Ворнер Бросс Как бы Почему бы и нет Хотя Пацифик Рим Это вроде Нью-Лайн Синема Ну не суть По-моему Это всё Одно Короче Может я путаю Но не будем сейчас докапываться По-моему да Это всё Ворнер Бросжи На другое Они явно не делали бы отсылки Кстати Кстати вот это Жиза Это чистая Жиза Я в детстве тоже Делал вот такие вот домики И вот кстати Та самая сцена Вот Готэм Сити Как раз В честь Марты Ну почему это Бен Аффлек Потому что в честь Марты Вспоминаем БПС Вот рушится здание И флэш будет спасать Вообще Всех кто находится в этом здании Вот нападение Зода Вот этот кадр Меня прям смутил Какой-то он непонятный Вот кстати Тело у него Какой-то выглядит Бесформенным В этом костюме И поэтому костюм Как-то странно мной воспринимается Он вроде и прикольный Но выглядит как Чурчелла Вот нет такого ощущения Что он реально смотрится Как Чурчелла То есть В этом таком джеле Уже застывшем Прям хочется его съесть Может это с моих сторон Может я потому что хочу кушать Вот это еще кадр классный То есть со светом Здесь нужно было Немножко затемнить Как мне кажется Вот это кстати Тоже очень прикольно сделано Он убирает кулак То есть Каких-то стилевых моментов Полно Но трейлер Вот Вот почему Это реально флэш Станет темным флэшом Потому что Ну вот этот костюм Посмотрите Это Вот кстати Шрам доказывает Что это он же И сейчас Еще где-то Вот он бежит То есть Он видимо Перейдет на темную сторону Будет питать его Темный спидфорс Что-то я Вот смотрите У него здесь Что-то воткнутое Или что-то от костюма И точно такой же Ну Это как будто Начало превращения В темного флэша Потому что По светым фигуркам Именно так он и будет выглядеть Вот это классно Парень в пузыре Это прям спидфорс такой Все вокруг него взрывается Здорово сделано Это тоже кстати Какое-то аниме Он вот так делает И Какое-то дзюцу Призывает Посмотрите И бьет молнией Криптонца На этом все Спасибо что досмотрели До самого конца Поддерживайте лайком Или дизлайком Если вам не понравилось И пишите в комментариях Пойдете ли на флэш Вообще интересен вам этот фильм Или нет То есть Ну Любопытно ли его глянуть Или вам все-таки Вообще не интересно Потому что вы ждете перезагрузки Короче Пишите в комментариях Будем обсуждать Увидимся в новых роликах Пока Пока